Андреас Лабжанидзе Андреас, мы тебя очень-очень давно не видели. Расскажи, чем ты сейчас живешь? Ну, во-первых, я первый раз приехал в Сочи, в Красную Поляну, именно в казино. Там есть о чем поговорить тогда. Я здесь был на Олимпиаде последний раз, на зимний. Ну, скажи, мы после Олимпиады хоть подкачали, да, место-то прокачали? Ну, я знал, что здесь будет казино, на самом деле. Здесь же был какой-то пресс-центр. Да. И слухи ходили об этом. Ну, хорошо, солнечно. Время года выбрано, конечно. Я не знаю, насколько правильно в августе делать здесь большой турнир. То есть это сложно очень. У многих отпускал, у многих... У многих, наверное, какие-то были планы. Там впереди Барселона. У многих как-то в распорядке. Но, тем не менее, молодцы, собрали хороший, достойный состав. Единственное, мне показалось, что надо иностранцам было больше доносить, ну, доносить для иностранцев, чтобы они делали свои фан-иди. Не знаю, покупать им билеты на какие-нибудь там матчи Саудовской Аравии и Египет. Но это мое только пожелание. И уже, конечно, поздно об этом думать, но все же знали, что фан-иди будет практически визой. Мне кажется, виза немножко отпугнула большое количество иностранцев, потому что здесь красиво, здесь горы, здесь и тепло, и прохладно, и красивые девушки. Слушай, ну, впервые ты в казино, хотя наверняка уже много наслышан, да? У тебя много друзей-покеристов. Вот как ожидание реальность? Ну, во-первых, я много встретил, встретил столько знакомых, товарищей, друзей. Я думаю, практически, вот я смотрю какое-то интервью недавно ваше. Молодец. Я слежу, на самом деле, за твоими постами, за, ну, вообще, как бы, за ситуацией в компании «Покер Клаб Менеджмент». Вот, отслеживаю и смотрю репортажи постоянно. Так вот, вы говорили, что практически, ну, типа, а кого здесь нету? Ну, я такой, я, когда смотрю на трассляск, думаю, наверное, меня нету. Вот, я прилетел. Должен был с братом прилететь, но он вчера загулял, и, собственно, не получилось у него приехать. Ну, брат-то здесь как раз уже был. Брат уже был здесь, да? Да, мне кажется, я здесь Маркуса видела. Мне надо об этом не говорил ничего. Так, Андрес, ну, только ты мне не сказал. Вот ты приехал, впервые своими глазами увидел казино, горки-город. Как тебе казино, ну, такое, богатое, то есть, роскошное. Наверное, есть какие-то требования, правила у секьюрити, которые, ну, не очень похожи на, там, на правила, там, в Лас-Вегасе. Там, где-то кепку не одевать, где-то не одевать. Оказывается, карты с собой нельзя проносить, игровые, там, ну, какие-то такие вещи, нюансы. Ну, наверное, это специфика нашего государства. Нет, ну, ты знаешь, тут Патрик Антониус чуть орешки не пронес в казино, его тоже задержали. Это целый, какой кошмар, да. Вот. Круто быть, конечно, монополистом. Я думаю, что вообще, ну, у этой игровой зоны есть перспективы большие, если будут открываться и новые казино, и, ну, то есть, и, ну, просто расширяться. Покерные турниры, я думаю, способствуют популяризации курорта. Хотелось бы, хотелось бы, конечно, чтобы, ну, Красная Поляна жила вообще круглый год, не только зимой, а и летом. Благодаря вам она оживает. Ну, у нас, на самом деле, проходит 9 турниров в году. Ну, у нас в казино Сочи. То есть, в принципе, мы здесь круглогодично развлекаемся и развлекаем, катаемся и катаем. А я вот только доехал, добрался. То есть, я был в этом году в Вегасе, на мировой серии. Ну, в Вегасе уже 10-й раз попал на хоккей, на финал Кубка Стэнли. Собственно, я из-за него полетел в первую очередь. Такое историческое событие, нельзя было пропустить. Играл там недорогие турниры. Пересмотрел вообще свои отношения к покеру. Уже так, наверное, не... Во-первых, нет результатов хороших последние два года, чтобы можно было похвастаться вообще перед друзьями. И, соответственно, получаю со стороны своего окружения, ну, такие, можно сказать, дружеские советы. Забросить игру, заниматься делом, работой. И, конечно, тяжело балансировать между мнением, потому что вообще восприятие социума другого, не игрового социума, а вот, ну, обычного социума карточных игр, вообще покера, оно немножко, конечно, искаженное и, к сожалению, не в пользу покера. То есть, очень сильно приравнивают это все к рулетке, к азарту, к наркому. Ну, во всем мире, не только у нас. Да, да, да. И, соответственно, тяжело объяснить своим коллегам, ну, что это такая вот спортивная забава, спортивное хобби. В основном многие отговаривают, вообще говорят, типа, ну, заканчивай, ты нам нужен, условно говоря, в клубной деятельности, ты, как говорится, теряешь там, не находя где-то здесь. То есть, если бы были победы, конечно, большие, которые можно было бы прямо вот предъявить, можно было бы там, ну, как сказать, иметь козырь в кармане. Андреас, ну так, а чем ты сейчас занимаешься? Расскажи, над чем работаешь. Если у тебя как раз не хватает практики в покере, значит... Нет, я играю, на самом деле, играю в онлайне, играю немножко, играю вот в оффлайне. В этом году был на двух сериях, на Багамах и в Вегасе. В Вегасе 7-10 призы попал. И на Багамах, ну, то есть я две серии съездил в плюс, но это не плюс, который там меняет жизнь или меняет настроение. Багамы даже, наверное, лучше сложили, чем Вегас. Какой бы плюс изменило бы твое настроение? Ну, я думаю, победа, допустим, в этом турнире, она бы прямо вот кардинально, кардинально. Можно было бы подумать вообще, в принципе, о такой творческой паузе в своем деле и таком более-более углубленном в покере. Ты рисуешь сейчас картины? У меня был такой творческий небольшой кризис, то есть я сделал выставку прошлой осенью и после Нового года забросил это дело. Сейчас народ там требует, просит, ну, наверное, где-то с сентября, может быть, с конца августа приступлю. Я просто даже все, ну, там, все свои причиндавы, все увез за город и как-то так защихлил ракетки. Но, ну, я думаю, пора. К слову о ракетках, ты заметил, что вот мы пять минут с тобой разговариваем, я уже сейчас чуть-чуть и уже свалюсь за балкон. Это круто. Можем чуть-чуть, надо двинуться вместе. Я хожу прижаться себе, ты такая красивая, я все удивляюсь, что ты... Уже вот почти туда. Так, Андреас, ты мне не... Смотри, я тебе несколько раз спросила, что ты думаешь, а ты не отвечаешь. Я занимаюсь уже год муми-троль-баром в Москве, да, я его там арт-директор, промоутер, партнер. Мы делаем там концертную деятельность, а вот сейчас я запускаю с товарищами своими немножко более серьезную историю. Это будет интеллектуальный клуб закрытый. Модные тренды сейчас в последнее время – это там коучинг, повышение... Повышение своего мировоззрения, расширение личностного роста, да. Что вы, почему будете учитывать? У нас будут спикеры интересные, будут спикеры из престижных вузов, ректоры, деканы, профессора. Будем говорить об искусственном интеллекте, о криптовалюте, криптобизнесе, да, встреча с бизнесменами интересными, которые добились успехов в IT, там, проектах. Сколько будет стоить членство в вашем клубе? Мы пока думаем сделать это просто закрытой историей без какого-то личного заработка. То есть это такой будет стартап. Наверное, первые члены будут бесплатно, получат годовой бонемент. Потом будем уже смотреть, ну, цели, вот, порвать, там, бизнес, ну, как-то, порвать заработками нету. Потому что вообще, мне кажется, сейчас основной заработок – это лоббизм и, ну, участие в каких-никих посреднических историях. Да, да, да. Это… у меня еще помимо интеллектуальной клубы в планах запуска своего YouTube-канала. В принципе… Причем? Вот здесь вопрос. Это будет либо лайфстайл, и народ требует от меня какой-то немножко грязи, хотя я не очень хочу. Но эта грязь всегда популярна. Посмотрите на дневник Хача, это всегда… Ну, мне кажется, Хач уже немножко отмирает, нет? Ну, отмирает, не отмирает, уже гуляет с Алексутовым Патриком и попадает со своими проектами в правительственные программы. Его поддерживают мэрия, где они делают благотворительный концерт в Олимпийском. Кто бы мог подумать, что там Хача, что Амиран, ну, Амиран Цардаров, который там ходил ко мне в рай, там, 8 лет назад, обычно паренек, вот, ну, добьется такого успеха, признания. Я даже думаю, что он, ну, гораздо популярнее, чем там я. Меня знает определенная аудитория, его знает уже, в основном говоря, вся страна. То есть, примерно, человек обладает таким медиа, который, ну, фактически, ну, как бы, приравнивается к какому-то телеканалу небольшому. Если перед ним уже Тина Кандалаки стоит на лапках и говорит, ну, воркует с ним и прям, то есть, чтобы Тина Кандалаки так вот любезничала и сыпала комплиментами, я себе давно не мог представить. Перед тобой она бы не стояла бы на лапках? Мы с ней раньше были знакомы, хорошо, а сейчас, ну, она ушла в такой звездный прорыв, и когда мы пересекаемся, мне кажется, она даже не узнает меня. То есть, ну, люди меняются, кто-то, что-то движется, может, конечно, обижаться на нее, но она в своем драйве, в своем мире. Слушай, вопрос внезапный, но вот что-то пришел мне в голову. Не пересекался ли ты, не знакомился ли ты с Дудем? Мы общаемся с ним в Фейсбуке, собственно, я его поддерживаю с самого начала его запуска проекта. Вот это хороший пример, как человек, в принципе, достаточно, ну, заурядный, средний журналист спортивный. То есть, это не Уткин, там, не Губерниев, ну, не Мэтр. А человек, там, благодаря своему достаточно хайповому интервью с Мутко, где он там прямо в лицо задавал такие очень каверзные и не совсем, ну, назовем так, приличные, ну, очень смелые вопросы, да. И я думаю, что это все увидели, там, не знаю, какие-то умные люди и подсказали ему, собственно, ну, уйти с канала и создать свое, как говорится, интернет-шоу. Вот это хороший пример. Человек за год, мало того, что попал, ну, там, список Forbes среди шоу-бизнеса. У него уже 10 контрактов рекламных, больше 10. Его программа вызывает восхищение. Каждый гость новый открывается для многих, ну, вообще с разных сторон. Интересные очень репортажи. Какое твое любимое интервью у Дудя? У меня очень много интервью о любимых. Ну, мне понравилась программа про Бодрова, очень хорошая программа, про Балабанова. Вот сейчас вышла программа про Супаневы. Я все интервью смотрю от корки до корки. Наверное, ну, есть трешовое, конечно, интервью с Гнойным. Оно такое очень было забавное, но... Зато сколько просмотров. Сколько просмотров, да. Хорошее интервью с Ходорковским было. Я испытывал уважение большое к этому человеку, и, собственно, мне было интересно... Вот, ну, такие незаурядные вопросы от Дудя. Шикарное интервью было с Жириновским. Вот. Я считаю, что после Жириновского интервью можно... Им вообще, Жирику можно было заканчивать с карьерой политической. Потому что то, как Дудь его разложил на полочке, показал его вообще изнанку, это вообще просто, ну, мастер-класс такой. По идее, Жириновский должен был своего пиарщика, кто, ну, подпустил Дудя к нему, должен был выгнать в шею и вообще, как говорится... Потому что мы привыкли, что Жирик, как уш в воде, он выкручивается, всегда, ну, отвечает на все уже понятные ему вопросы. Он шикарно разбирается в, там, востоковедении. Он может на это часами разговаривать, а когда ему Дудь задает какие-то вот вопросы, вот, вот, подготовленные, Жирик плывет, и вообще это интервью я прям, ну, реально кайфанул. По мотивам Дудя, оказавшись перед лицом Путина, что ты ему скажешь? Я не очень люблю Путина, скажу так. Есть, ну, его можно уважать за некоторые вещи, которые, там, он сделал для страны, но если на другую часть весу положить, что он сделал для своих друзей, для своих, там, близких, собственно, окружение его портит, я бы, ну, я бы задал вопрос по поводу... Задумайся о своем окружении? Нет, я бы задал вопрос по поводу вообще личности, ну, как личной его жизни, почему он прячет свою семью, почему ни один президент мира, так, ну, как бы, цивилизованной страны все-таки не скрывает, что, допустим, человек, если любовница есть, то, ну, пожалуйста, ну, ты скажи, что у меня есть, там, любимая женщина. Зачем нам вот эти рассказывания, рассказывания истории, что человек женат на работе? Зачем вот это все преувеличили? Мы и так все знаем, ну, то есть мы знаем, там, кто, там, что, то есть... Что ты знаешь? Ну, открыть секрет вашим читателям, вашим слушателям. Ну, все знают про, там, Алину Кабаеву, что она фаворитка долгое время была. Может быть, сейчас уже нет, но за нее можно порадоваться, я просто не представляю, как быть. Почему ты не говоришь, что за него можно порадоваться? Ну, женщина, 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 очень амбициозная. Мне кажется, она немножко, ну, мое мнение, или там это, опять-таки, я никому не навязываю, мне кажется, что она немножко себе на уме. Вот, понятно, что она делает какую-то карьеру, и благодаря такому знакомству ее дела пошли в горы, то есть она не затерялась среди гимнасток, там, на, ну, на подиуме, там, эскорта, там, или такого-то, там, вот, условно говоря, ну, назовем так, IT-геллс, вот так вот придумываем, придумываем вот так название. А она, там, стала, там, со спорта с прессом руководить, ее поставили на какие-то посты, там, на телеканалы, то есть, молодец, в принципе, это дало толчок, там, развитию художественной гимнастики, по-моему, мы ушли вперед планеты всей. Но каковой ценой, то есть, какая цена вообще для страны всего этого? Мне кажется, что, ну, если окей, если тебе нравится, там, Алина, ну, скажи, мне, ну, как бы, там, ну, Сарказий же сказал, что у него есть, там, ну, как бы, любовница, он и вывел свет, показал, почему, почему мы должны скрывать, почему у нас все вот тайком. Ладно, окей, не будем про Алину, мне, я не знаю, это вообще, как бы, корректно разговаривают, потому что, может быть, за это могут закрыть. Начали уж. Да, начали. Например, он объявляет годом семьи в стране, и тут же, и в этот год семьи он разводится с женой. Блин, круто. То есть, получается, с одной стороны ты, типа, говоришь, ты должен поднимаешь мораль в обществе, такие скрепы, духовные скрепы, а сам же показываешь, ну, своим примером, что, блин, ну, то есть, одной рукой он говорит «да», другой говорит «нет». Почему, почему происходят эти раздвоения? Ну, окей, ты не живешь с женой, но ты можешь, там, условно говоря, не афишировать это, там, зачем выносить это все на рассуду. А это не более аморально не афишировать это? Я считаю, что президент должен быть образцом для своих граждан, и многие его поступки должны, ну, иметь какое-то оправдание. Нам нравится сильный президент, нам нравится его умение говорить. Он достаточно хороший спикер стал, то есть, на глазах вырос человек, как оратор, как человек, который умудряется выкручиваться из любых, ну, на любые вопросы отвечать вот этими всеми в стиле дзюдо. Вот. Мне нравится, что он там подсел на хоккей, и это, как бы, дает толчок к хоккею российскому. Ну, при этом, там, забросили теннис, условно говоря. Ну, например, я считаю, что если президент страны, он не должен, там, кичиться дорогими часами. Ну, на деба часы дорогие, там, в своем личном кругу, а там, на публике, ну, появляйся, ну, как бы, поскромнее. Народ живет же не очень богато. Я не думаю, что у него есть уже свои круги, он всегда на публике. Да нет, ну, у него есть, он же, там, рыбачит, ездит, там, не знаю, на Алтай. Я понимаю, что много делается под камеру, но народ очень резко реагирует на подобные вещи. Я понимаю, что он вырос, там, в немогатой семье, и у него были, ну, об этом же фильмы снимаются целые, его создается культ личности, он себя, ну, завел в учебнике, в историю. Ну, просто мы понимаем, что он, там, из скромной семьи, у него много чего не было. Сейчас такое ощущение, что он компенсирует многие вещи вот этим своим, вот этим своим, не знаю, ну, нескромностью, что ли. Хотя можно было бы, ну, ближе к народу быть, что ли. То есть страна должна знать, в принципе, как живет президент, он должен, там, не только его собаку видеть, а, ну, как вообще, как детей видеть. Почему он прячет детей, почему, там, Обама, Трамп не прячет детей, почему, ну, это является табу. Я понимаю, что, ну, можно нам говорить отговорку, что, типа, блин, круто, это его личное дело, это его такая вот секретность, мир полон опасностей. Ну, мир полон опасностей везде, ну, почему-то, почему-то даже северный, лидер Северной Кореи, ну, как говорится, мы, по крайней мере, знаем, как его жена выглядит, как его, там, сыну ли, глядят, то есть, хоть они там все похожи друг на друга, но, тем не менее. Поэтому я бы задал вопрос, почему он так темнит по поводу себя, и вообще, ну, почему не, что ли, не снимет эти забрала, что ли, не станет ближе, вот, ближе к своему народу, тогда его полюбят больше людей. А так получается, что какой-то, ну, что он сам по себе живет, мы сами по себе живем, и вот, ну, главное, ну... Тебе хорошо при этом жить в России? Есть плюсы, конечно, то, что там изменилась Москва, там, построили Сочи. Мне не нравится несменяемость власти, то есть, вот, то, что сейчас сделали, например, с губернаторами, ну, отменили назначение мэров, ну, выборы мэров прямые, а теперь это назначение, все это, какая-то вот история, мне это не нравится, потому что даже в Москве, например, оставили Собянина, ну, Собянин не очень любит, ну, как, он, во-первых, не москвич, как он может знать проблемы москвичей, как он может любить этот город, он варяг, и для москвичей он варяг, для меня был ближе гораздо Юрий Лужков, может быть, он сделал меньше, но надо искать причины, почему он сделал меньше, возможно, были меньше бюджеты, возможно, там, меньше, ну, дотации выделяли, ну, меньше у него руки, может быть, были развязаны на многие, на многие дела. Сейчас, конечно, она преобразилась, Москва, но какой ценой, какими средствами, и, ну, если вы заметите, москвичи же обложили этими штрафами, парковками, сейчас повесили там новые камеры, то есть, даже из такси, там, условно, надо выпрыгивать из такси, потому что, если что, таксист прилетает, там, штраф 3000 рублей, а для таксистов это болезненная сумма, делают все, чтобы в Москве люди отказывались от своих авто, пересаживались на транспорт, на такси, на общественный транспорт, может быть, это хорошо, но для Сингапура точно хорошо, там тепло всегда, а в Москве все-таки бывают такие, ну, серьезные морозы, я думаю, скоро введут платный въезд в центр, то есть, не за горами, и народ будет платить за воздух, то есть, вот, 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 вот к чему мы идем, не знаю, хорошо ли это плохо, мне не нравится, мне не нравится, когда деревья пересаживают по три раза, за которые заплатили космические деньги, мне не нравится, что лавочки стоят дороже, чем любая самая дорогая кровать в мире, ну, на лавочке, на Тверской, там, условно говоря, мне не нравится, что дороги перекладывают по три раза, плиточку, ну, как это может нравиться, понятно, что есть, кто-то сидит в подрядах, кто-то сидит на откатах, кто-то, кто-то ближе к кормушке. Андреас, никак не пойму, как мы дошли от вопроса про Путина до лавочек на Тверской? А это все следствие, это вот, вопросов к нему очень много, конечно, мне даже снился сон, когда я прихожу, когда встречаюсь с Путиным, сажу к нему в машину, и теряюсь, когда я ему хочу спросить что-то и не понимаю, что спросить. Это очень сложно, перед таким человеком, он обладает действительно, там, большой энергией, там, я думаю, с ним занимаются серьезные специалисты, не только в маркетинге, в пиаре, там, и имиджмейкерстве, то есть, из него сделали такого крутого перца. Может быть, он заложник, я бы сейчас спросил, может быть, вы заложник своего же образа, почему выгодно всем в округе, в его окружине, чтобы он был вечным президентом? Почему все делают ставку на него? Может быть, ему хотелось бы на серфе покататься, как Обама на Более. Поиграть в покер, Сочи. Поиграть в покер, да, но у него, по-моему, к покеру не очень хорошие отношения, вообще, к азартным играм. Это, видимо, связано с его, там, деятельностью в питерской мэрии, да, но, ну, как говорят, опять-таки. Андреас, подожди, про Путина, я поняла. Миллион вопросов про Путина, то есть... Да, да, да. Не-не, у меня другой вопрос. Мне нравится, как Дудь думает про Путина, мне нравятся вопросы Дудя, они достаточно немножко оппозиционного такого склада. Ну, ты в ту же степь, в принципе, отвечаешь про Путина. Возможно, вот эти деньги, которые Дудь стал получать за свои эфиры, на рекламе, они могут его склонить, условно говоря, ну, наклонить его в сторону провластных структур. То есть, я боюсь, что он может через год-два быть уже далеко не либеральным. Посмотрим. Посмотрим, да. У тебя в жизни было очень много бизнес-проектов. был ли проект, за который тебе было стыдно? Сейчас стыдно. Мне стыдно за многие вещи, которые я сделал в своей жизни. За какую вещь тебе стыдно больше всего? Из проектов, наверное, такой сложный вопрос. Смотрите-ка, я добилась того, что Андреас не говорит уже секунд двадцать. Солнце село. Я считаю, что ресторан Андреас был на Кутузовском. Мне стыдно за то, что я назвал именем своим. Я не хотел называть его в честь себя. Я считаю, что... Просто так случайно вышло. Меня уговорил мой инвестор, мой партнер. Я хотел назвать его вообще Джон Малкович. Малкович. Мне нравилось и созвучие слов, и вот эти шипящие буквы. Не шипящие, как неправильно сказать. Шипящие, да. Мне нравится актер. Мне, как бы, идея была ресторана быть Джоном Малковичем, быть таким, вот как бы, быть другим. А называя ресторан своим именем, мне стыдно, потому что в тот момент я был не ресторатором. Соответственно, вот Новиков может себя называть уже ресторан имени Новиков. Как говоришь, аккуратно, пройдя длиннейший путь от официанта, повара, там и так далее, он уже, он реальный гуру ресторанного бизнеса. Я в тот момент был профессионал клубного бизнеса, но клубная ресторанная тема это немножко очень разная история. Все-таки в клубе про эмоции, про шоу, про настроение, а в ресторане про еду. И поэтому это было очень нескромно. Тебе за это стыдно больше всего в жизни? Мне стыдно, да, что я не четко, ну, не четко сфокусировал на, там, это заведение, на определенную, там, аудиторию. Ну, за название стыдно, что называл, как говорится, нельзя себя вот так вот, ну, как говорится, двигать свое имя, вот, ну, неправильно, нескромно. Вот стыдно за это. Стыдно за проекты, которые, которые я ввязывался, соглашаясь, ну, там, на уговоры. Я раньше, раньше мне было сложно отказать людям. Люди говорили, давай там, что-нибудь сделаем, я говорю, давай. Вот, и, собственно, распылялся, и какие-то вещи даже, ну, как бы, можно было вообще не делать, к сожалению. Расскажи, где ты взял такой крутой свитшот? Это мне подарила девушка на день рождения. Мы были в кино, на фильме, на фильме... Солнце село. Малыш на драйве, малыш на драйве. И там, как раз, герой фильма, один из героев фильма, он был в таком свитере. Я говорю, прикольная тема, как раз-то по покер. И спустя время я увидел этот свитер как подарок. То есть девушка заморочилась, это было приятно. Да, да, да. Андрей, слушай, спасибо тебе огромное. Мы на этом... Все, мы заканчиваем. Да, вот так вот быстро, да, ты представляешь, мы начинали, у нас слепило солнце, сейчас солнце село. Спасибо тебе большое, нам нужно бежать обратно в турнирный зал. Супер интересный разговор. Мы желаем тебя больше видеть на наших турнирах, потому что редковато пока получается. Надо, надо лучше работать, больше зарабатывать денег, потому что, опять-таки, в стране произошли резкие притрубации в связи с падением курса рубля в три раза в свое время. И посыпался весь ресторанный бизнес. И я думаю, что у многих у кого-то террористы были рестораны, по-моему, они закрылись или загнулись как минимум. По-моему, пора расчехлять ракетки. Пора расчехлять ракетки. И, соответственно, вот в эти годы пришлось не сладко, тяжело вообще. Были бы времена, как раньше. Во-первых, вот что скажу по поводу покера. Если бы я раньше нанял бы себе хороших тренеров и не занимался самообучением за свои деньги, я играл очень крупно и потратил, проиграл очень много денег. А сейчас я думаю, что я научился играть, и уровень вырос сильно и мой, так и игроков в целом. Но надо делать все по уму и если не умеешь, что-то нанимать тренеров, репетиторов, больше читать обучающих истории и относиться, если ты играешь на деньги, оплатиться более, как говорится, ответственно к этой игре. Иначе можно профукать все. Совет от опытного игрока. Спасибо тебе большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...